Есть такое волшебное слово. Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни тихим голосом, глядя прямо в глаза. Все мы прекрасно помним замечательный рассказ Валентины Асеевой «Волшебное слово». А часто ли мы в жизни говорим слово «Спасибо окружающим»? И действительно ли оно волшебное? Давайте разберемся. Мы не случайно начали этот сюжет в библиотеке, где, как ни в храме книги, можно найти самых образованных и вежливых людей. Мы решили поинтересоваться, так ли это. Да, они говорят нам спасибо за подобранные книги и очень приятно, говорят спасибо за атмосферу библиотеки. Это нам, как работникам, очень приятно. Кстати, специально к Международному дню «Спасибо» сотрудники библиотеки подготовили целый стенд, где, в свою очередь, поблагодарили всех читателей. Мы говорим спасибо за то, что все-таки не пропадает наш такой век техники, интерес книги к страничкам, к красивым иллюстрациям. Мы говорим спасибо нашим читателям, которые в том году помогли нам собрать книги, и мы их передали фонду в детские домики, а те уже, соответственно, нуждающимся семьям и в детские дома. Говорят спасибо и мы, и нам. Это очень здорово. Международный день «Спасибо» учредили по инициативе ООН и ЮНЕСКО. 11 января во многих странах мира проходят тематические акции, встречи и флешмобы. Их цель – научить людей быть вежливыми и внимательными друг к другу и ценить помощь окружающих. Я считаю, что нужно быть благодарным в жизни и благодарить абсолютно за все, что происходит в твоей жизни. И детей этому учу всегда быть благодарными, всегда говорить спасибо. Интересно, а часто ли в своей жизни мы слышим и произносим слово «спасибо»? Да, каждый день. И я тоже самое, каждый день. Частенько. Я вообще довольна, сколько говорят. Потому что я очень много говорю спасибо, поэтому мне говорят. Когда люди делают добро, почему бы не сказать спасибо? Да, очень часто. Очень часто. Почти все время. Регулярно. Семейство часто говорю за то, что они есть. Мы поинтересовались, кого жители муниципалитета поблагодарят Международный день «спасибо» в первую очередь. Привет. Друзей за что-то. Родителям. В первую очередь родителям за то, что дали жизнь, за то, что воспитали такой, какая я есть. Покупатели, потому что они говорят нам спасибо, и мы ради их и работаем. Внуков за то, что у меня есть дочь свою, за то, что она мне внуков подарила, зятя. Сам, первая, с вашей женой. Спасибо. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из словосочетания «спаси Бог». Корни английского аналога также уходят намного глубже простой благодарности. А как звучит слово «спасибо» на других языках? Ахмед, Мерси, Данкишон. Английский, Табасеньки. Соксагол – это спасибо. Психологи уверены, слова благодарности – это устное поглаживание, способное подарить радость и согреть любое сердце. Поэтому не забывайте почаще говорить это волшебное слово. Спасибо. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.